Ребят, вам помочь! У вас, получается, не жизненная сказка какая? Ну да. Может быть, мы с вами споем что-нибудь? Нет, спасибо. Ну как, легче пошло? Ну конечно, мне надо легче. А поехали куда? За рыбами. А вы ко мне не приставайте. А почему? Может, я вам подскажу? А вы местная? Нет. Тогда как вы мне подскажете? Я жарная, весёлая. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. Всем привет! Это Народные новости. Благодаря вашим сообщениям мы решили приехать в станицу Новодмитриевскую. Пообщаемся сегодня с местными жителями, узнаем, что их волнует, что радует. Поговорим с главой, ну и не только. Так что поехали! Станица Новодмитриевская Северского района была основана в 1864 году. До краевой столицы всего 29 километров. На сегодняшний день в станице проживает почти 6000 человек. Мне кажется, самое время пообщаться с местными жителями. Поехали! Расскажите, как у вас дела? У нас всё замечательно. Да? Дела хорошие. В смысле? Что в станице интересного происходит? В смысле? Картошку сажаем. Иногда с женой поругаемся, через пять минут помиримся. И тут, зараза, я не к соседке убежал. Значит, всё понятно. Ну что, попробуем зайти к местным жителям в гости. Здрасте! Скажите, пожалуйста, вы меня чаем не напоите? Чаем, пожалуйста, но без камеры. Хотели с вами поболтать? Видимо, не в этот раз. Моя попытка номер два. Кого за Чирикова. Напоите чаем? Нет. Всего доброго. Ну, хоть какое-то различие. Всё, зарядились, идём дальше. Хозяева! Здрасте! Ну, а расскажите тогда, как дела? Работаем, вот. Ну, если чай не дадите, может, хоть виноградиком угостить. Я сейчас вам принесу другу. Давайте. Ну, не чай, это к винограду. Я и моя подружка. Умотала сразу. Скоро поспеет, будем вино давить. Вот туда прижать. Спасибо! Может, тогда вы меня пустите. Тогда на вино пустите. Хоть домой меня не пустили, зато вкусно покормили. А сейчас, мне кажется, самое время поговорить с главой станицы Новодмитриевской. Пойдёмте. Здравствуйте, Елена Виктора. Здравствуйте. Во-первых, расскажите, как дела у вас, как дела в станице? У меня дела хорошо, в станице дела тоже хорошо, есть проблемы, но мы стараемся их решать. Поговорили с местными жителями, узнали, что же их беспокоит, что их волнует, какие вопросы они хотели бы вам задать. Получается, если на улицу сейчас отсюда с трассы повернут, с левой стороны, получается, в метре от проезжей части, под землёй, проходит газовая линия высокого давления. Ремонт этой дороги необходим лет ещё через пять. В прошлом году закупили щебня более чем на два миллиона. Конечно, дороги повредились после обильного снегопада, который был в этом году. Но мы потихоньку занимаемся ремонтом дорог, грейдируем, отсыпаем. Так что всё впереди на улице Куйбышева. Надо контейнерный мусор, мусорные контейнеры ставить на улицах. Вообще, по станице сбор мусора проводится мешочным способом. Естественно, мы собираемся обновлять урны, устанавливать и в парке, и в сквере. Воду, чтобы хорошую сделали, и всё. Мы занимаемся ремонтом скважин, меняем старые металлические трубы на пластиковые. В планах у нас замена капитальной ремонты скважин, вот на улице Кооперативной. Ну и продолжать замену всех труб металлических на пластиковые. Мост на Григорьевскую разрушен уже лет 30. Я даже не могу сказать, никаких документов на этот мост нет. Но мост находится в аварийном состоянии, он не подлежит никакому ремонту. Тем более, после последнего наводнения. Там вообще очень опасно находиться на этом мосту. Жителям огромного здоровья, любви к своей станице и беречь всё то, что мы стараемся для них сделать. Это были народные новости станицы Новодмитриевской. Люди здесь замечательные, природа шикарная. В следующий раз обязательно приеду, только уже без камер. Тогда-то я знаю, меня напоят чаем.